Дорого и богато. Когда я бью по шарам, я не промахиваюсь, принимают форму ваших ягодиц. Как-нибудь постараюсь не затеряться. Продаются всякие утиные штучки. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Вы смотрите программу «Диванный критик» и я ее ведущая Анна Бонд. Сегодня поговорим об офисной и кабинетной мебели. Поехали! В этом выпуске мы с вами познакомимся с производителями, чья мебель поставляется в офисы таких именитых компаний, как Apple, Lenovo, Mercedes и другие. Рассмотрим варианты организации рабочих кабинетов руководителей и сотрудников. Убедимся, что доверить организацию рабочего пространства производителям из Китая – отличная во всех отношениях идея, которая сэкономит вашему бизнесу значительные средства. Современный человек большую часть своей жизни проводит в офисе, поэтому он должен быть надежный, комфортабельный, уютный и безопасный. Китайский производитель в силе решить все эти задачи. Офисная мебель компании, в которой мы находимся, работает с довольно-таки серьезными брендами. Например, Mercedes, BMW, Volvo, Honda, мы видим Apple, Huawei, Lenovo, а также и другие крупные компании. Этот стильный дизайн одинаково хорош как для мужчин, так и для женщин. И он, безусловно, очень удобен. Также мы видим в отделке идеально ровные строчки. И менеджер компании сказала, что это эко-кожа. А насколько мы знаем, эко-кожа сегодня готова служить гораздо дольше натуральной. Согласитесь, этот комплект выглядит очень презентабельно, дорого и богато. И я уверена, что лучшие контракты останутся на этом столе. Вы видите мебель в стиле минимализм, но при этом она выглядит дорого. И поверьте, вы произведете впечатление на ваших клиентов. Компания предлагает готовые решения, а также воплотить любую офисную мечту. Удивляют же китайцы. Действительно могут. Мы только что посмотрели на стол, который регулируется по высоте. Вы можете работать на нем как в сидячем положении, а также спокойно, когда встаете. И сейчас я вам это покажу. И вот мы видим, что за этим столом приятно и удобно не только сидеть и стоять, он будет идеален для кройки и шитья. Если ваш офис позволяет себе установить бильярд, то рекомендую. Он помогает разрядить обстановку. Когда я бью по шарам, я не промахиваюсь. Ну а сейчас мы пройдем в центр зала именно там. Обычно можно встретить иностранцев со всех точек мира. Спросим, как же им китайская мебель. Чем ближе бутики к центру зала, тем они дороже, тем эксклюзивнее мебель. И в основном эту мебель разрабатывают итальянцы. Привет! Где ты? Из Индии. Тогу. Я из Дамаска, Сирии. Индия. Ты любишь чиновные фурнишки? Я люблю только чиновные фурнишки. Фурнишка хорошая, и фурнишка очень-очень хорошая. Мы покупаем фурнишку из Чины за последние 8 лет. Большая качество, хороший дизайн, и они уверены, что они вернутся снова. Да. Да? Не так плохо. Да. Да. Очень хорошо. Дизайн, фурнишка? Да. Все, но это не так, как красиво. Некоторые фурнишки, мы любим это локсуриный бренд. Это большая семья? Да, большая семья. Вот друзья у нас из Непала, они ищут себе мебель для своей большой семьи, для дома. Я желаю вам успехов, удачи и найти подходящий вариант. Thank you. Ну, особенно, что вы оцениваете вот здесь, да, при покупке мебели? Мы тут покупаем все, я думаю, 50% это стоит меньше, чем в Израиле. То есть, это существенная экономия, тем более, если офис большой, да? А какой офис вы обстраиваете? Сколько квадратных метров? Я думаю, немножко больше, чем тысячу. В принципе, на таких больших площадях это действительно существенная экономия? Да, очень. Вы самостоятельно готовились к этому туру? Да, я делаю это очень много с моих кастумеров. Ну, отлично, желаю вам удачи, пусть у вас все получается. Спасибо, и вам. Здесь можно найти мебель не только для руководителей и менеджеров, а также для рядовых сотрудников. Данное рабочее место очень удобное. Например, вы можете передвинуть и расположить все на ваше усмотрение. Также здесь имеются ящики, где вы можете хранить свои документы, ну, а также личные вещи. Отдельно хочу сказать про комфорт этого стула. Мне нравится вот эта прозрачная сеточка, которая позволит вашей спине дышать. Также мы видим здесь очень удобный поролон, который принимает форму ваших ягодиц. Вам будет особенно мягко. Мы видим анатомическую спинку. Вроде бы все просто, но в то же время максимальный комфорт. Рынок недвижимости многогранен. Существует колоссальное количество факторов, влияющих на цену объекта. Многие клиенты задают вопрос, влияет ли наличие мебели на цену объекта. Что касается жилой недвижимости, то есть квартиры, домов, то мебель здесь играет роль скорее катализатора ликвидности объекта. Со вкусом мебелированная квартира в первую очередь создает ощущение комфорта, поднимает настроение при просмотре квартиры. Неискушенному клиенту сложно представить, как может быть грамотно использовано пространство в квартире, в которой 4 стены, пол до потолок. Подытожим. Мебель как таковая вряд ли существенно увеличит стоимость объекта. Однако ее наличие увеличивает скорость продажи и ликвидность квартиры. Что касается выбора мебели для комплектации объекта на продажу, то здесь не может быть единого мнения. Вкусы у людей разные, поэтому при выборе мебели нужно посмотреть на объект в целом. Как вы хотите его позиционировать? Какая ваша целевая аудитория? Если это молодые и активные люди, то и выбор мебели должен быть направлен в сторону современного дизайна, ярких интересных цветов, возможности трансформации пространства объекта посредством архитектурных особенностей мебели. Если ваш объект будет позиционироваться как премиум сегмент, и вы ждете солидного покупателя с деньгами, то здесь уклон скорее к качеству материалов и узнаваемости бренда мебели. В таких случаях лучше воспринимаются нейтральные цвета, классические формы и удобство в эксплуатации. Меня часто спрашивают, когда лучше искать офисное помещение. Нет никакой сезонности в аренде, есть общие тенденции рынка. Все зависит исключительно от ваших целей. На цену коммерческой недвижимости в первую очередь влияет месторасположение объекта и его класс. Представленность в непосредственной близости солидных компаний также немаловажный фактор. Хорошая транспортная доступность, наличие парковочных мест, заведение общественного питания. Список можно продолжать бесконечно. При покупке либо продаже объекта недвижимости возникает множество юридических вопросов. Поэтому я рекомендую обращаться к профессиональным участникам рынка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну а уже в следующем выпуске мы поговорим о садовой мебели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь самое интересное. Пришло время отдохнуть. Вечерняя прогулка по Гуанчжоу. Традиционно китайцы вечерами в общественных местах делают дыхательную гимнастику. И я вот хочу присоединиться и попробовать. Как-нибудь постараюсь не затеряться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, что у меня получилось изобретить хотя бы несколько упражнений с китайской дыхательной гимнастикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я понимаю, эта библиотека 24 часа в сутки. Ты прикладываешь свой паспорт, ID-карта и выбираешь себе нужную литературу. Отсюда получаешь и сюда же можешь дать в обмен какую-то книгу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой киоск, привычный для европейцев, где, казалось бы, должно продаваться мороженого. Но нет, в Китае в таком ларьке продаются всякие утиные штучки. Например, утиный язычок, утиное горлышко. Я думаю, стоит попробовать. А вдруг это вкусно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрые китайские девушки таки угостили меня. Язычком и утиным горлышком. Сейчас буду пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, это вкусно. Он очень нежный. Я впервые пробую утиный язычок. Очень вкусно. Чувствуется свежее. Нормально, как острое. И, как сказал бы мой папа, это идеально было бы с пивом. Ну, или с пивас. Вот такой он красивый вечерний Гуанчжоу. И, поверьте, здесь каждый найдет что-то для себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вами была программа «Диванный критик» и я ее ведущая Анна Бонд. Увидимся. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова